Июнь 2013-го. Вспышка африканской чумы свиней в Воронежской области. Уничтожено 10 тысяч животных. Все поголовье мелких ферм и личных подсобных хозяйств. Ущерб 40 миллионов рублей. По этим кадрам видно, регион с трудом справляется с ситуацией. Животных сжигают заживо, не усыпляя. Ликвидируют вспышку неорганизованно сами владельцы животных. В районе АЧС всего один дисбарьер. Вот уже 7 лет чума уверенно шагает по европейской части страны. В 2007-м инфекцию впервые зафиксировали в Грузии, Армении, затем в республиках Северного Кавказа. В том же году вирус обнаружили на Кубани, в 2008-м АЧС уже на Ставрополе, затем в Ростовской области, Воронеже, Тульской, Тверской, Нижегородской, Смоленской и Ленинградской областях. До сих пор вакцины против африканской чумы в мире не найдено. Зараженные животные погибают через 4-6 дней после инфицирования. Уничтожению подлежит все поголовье. Не нашли ученые ответы на вопрос, почему раньше дикие свиньи эмигрировали без вируса, а в последние 7 лет стали его активными переносчиками. Сначала идет больная свинья, потом идет инфицированная продукция. И вот после этих продуктов инфицированный материал попадает в корма. И эти корма попадают нормальным, здоровым свиньям. И вот возникает чума. Ликвидировать очаги вспышки инфекции на Кубани научились оперативно, понимая, что АЧС – это угроза продовольственной безопасности не только региона, но и в целом для страны. В случае введения карантина вывоз всей сельхозпродукции будет запрещен. Что это значит для региона, через который проходит основной экспорт российского зерна и другой продукции, объяснять не нужно. Вспышек инфекции в крае сегодня нет. Но в соседних регионах ситуация остается сложной. С начала 2013 года уже 14 неблагополучных пунктов в Российской Федерации зарегистрировано. Вспышка АЧС в Анапском районе не дает нам успокаиваться и складывать руки. Ведь африканская чума никуда не ушла. Она остается в дикой фауне. Профессионалы говорят, выход – создание крупных свиноводческих комплексов, где жестко и неукоснительно будут соблюдаться все санитарные требования. Но главное – полный запрет на разведение свиней в личных подсобных хозяйствах. Мера крайне непопулярная, особенно на Кубани. Понимая это, власти края год назад запустили программу перехода на альтернативные виды животноводства. А в ближайшее время начнут поддерживать тех, кто намерен заниматься овощеводством. Сегодня в крае из миллиона свиней осталось 264 тысячи животных. Пострадали не только хозяйство, но и предприятия переработки, а в конечном счете и потребители. Желающих занять нишу кубанских производителей на рынке достаточно. Но сдавать свои позиции край не намерен. Вопрос возрождения свиноводства поднимается практически на каждой встрече главы региона с аграриями. Мы по животноводству принимаем сейчас серьезные программы, в частности по свиноводству, о том, что будем поддерживать, датировать на каждый килограмм живого мяса, датировать на инфраструктурные проекты, строительство новых мегаферм. Кто пострадал, но гарантированно будет восстанавливать поголовье и пойдет опять на воспроизводство, значит мы поддержим. Вы знаете, я вижу, как рынок примерно, как инвесторы ведут себя, наши, внешне. Вот сегодня понимаешь, что в вакуум 5 миллионов жителей, 10 миллионов отдыхающих. Рынок огромный. Что мы пустим на рынок свой, так сказать, чужаков, поверьте, это, конечно, глупо будет. Это же не кем банана, который мы должны завести. Тем более мы зерновой регион. А где еще свиньям расти, как не здесь? Программа, которую уже подготовили в Министерстве сельского хозяйства края, рассчитана до 2020 года. Меры господдержки предусматривают компенсации в размере 30% от всех затрат на строительство. В среднем около 100 миллионов рублей. Именно столько, по подсчетам специалистов, тратится на создание инженерной инфраструктуры, крупной свиноводческой фермы. Общий объем инвестиций в этой программе из всех уровней бюджета полтора миллиарда рублей. Значит, 450 миллионов – это берет на себя краевой бюджет. Мы буквально предполагаем за эти годы нарастить свинопоголовье до полтора миллиона голов и где-то до 2020 года нарастить объем производства мяса свинины до 300 тысяч тонн. В Минсельхозе края уверены, такое предложение должно заинтересовать крупных инвесторов, готовых создавать современные защищенные предприятия с численностью животных от 50 до 100 тысяч. Агрохолдинг «Кубань» не просто заинтересовался, а уже приступил к реализации проекта стоимостью в 1 миллиард рублей. Современный свиноводческий комплекс в поселке Двубратске у Слабинского района обещают построить к февралю следующего года. Высокий уровень биологической защиты обеспечит европейское оборудование, контроль за качеством кормов, особая система очистки воздуха, жесткие требования к персоналу и никакого человеческого фактора. Производство на мегаферме будет максимально компьютеризировано. В условиях АЧС, конечно же, приняты здесь беспрецедентные меры. Здесь принята технология, которую мы будем здесь использовать, французская технология. Она позволяет нам по уровню биоведбезопасности существенно отличаться, конечно, от других комплексов. Владельцы этой фермы, так же, как и других крупных комплексов, которые сегодня создаются в регионе, вместе с властями намерены полностью возродить свиноводство на Кубани. При этом подчеркивают, будущее отрасли во многом сейчас зависит от сознательности владельцев личных подсобных хозяйств. Ведь в случае вспышки африканской чумы свиней в радиусе 20 километров от самой защищенной мегафермы уничтожить придется все статусичное поголовье комплекса. Яна Москаленко, Евгений Хван, Денис Москаленко, 9 канал.